В Наринмаре состоялась седьмая межрегиональная научно-практическая конференция «Наука, профессиональное образование и производство». Мероприятие традиционно приурочено ко Дню Российской Науки. Площадкой для проведения конференции стал Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. Марина Разборщикова – будущий эколог, поэтому и темой ее выступления стало выявление потенциально опасных областей на территории планируемого заказника Вашуткинские озера. Вместе с научным руководителем Марина использовала в своей работе метод линеоментного дешифрирования космоснимков. К своему выступлению девушка готовилась два месяца. Заказник Вашуткинские озера площадью 60 тысяч гектаров – крупнейшая в Ненецком округе озерная система с прилегающими тундровыми участками. Заказник планируется создать в этом году за счет внебюджетных средств. Мне данная тема была интересна, потому что, возможно, там будет разрешение, чтобы там проходил зимник и какие-то заглубленные застройки. Но так как с моей работой я провела исследование, могу сказать, что там нельзя строить заглубленные сооружения, потому что, скорее всего, на некоторых местах они просто требуют усиленного строения. Кроме экологии, в этом году на секциях конференции обсуждались такие темы, как здоровое питание, экономика и социология, история и литература, воспитание и психология, педагогика, здоровье человека, ветеринария и математика. С научными докладами на конференции выступили 76 человек. Это школьники, студенты учебных заведений округа, научные работники музея, представители власти и преподаватели. Вот все эти конференции научно-практические для студентов, они играют, конечно, колоссальную роль. Прежде всего, студенты научаются слушать, приобретают новые знания. Ну, а кроме того, они приобщаются к научным достижениям, к научному знанию, к научному лексикону, что тоже очень важно. Ну и кроме того, они пробуют и сами к поступлениям. Кроме этого, в Департаменте финансов и экономики НАУ подготовили для студентов лекцию по финансовой грамотности, где подробно рассказали, как планировать свой бюджет. У нас два раза в год проводится неделя финансовой грамотности. В первом половине полугодия у нас проводится неделя, всероссийская неделя сбережений. Проводит ее ВИНФИН, мы активно участвуем. В рамках данных мероприятий мы выступаем в том числе с лекциями. Ну, я думаю, что интересно. И в технике мы выступали в прошлом году. Студенты от студентов обратную связь получили. В принципе, они сказали, что полезно и интересно. После работы секции на пленарном заседании приняли итоговую резолюцию. По итогам конференции лучшие доклады участников будут рекомендованы для участия в конкурсах научно-исследовательских работ регионального и российского уровня. Все материалы конференции войдут в сборник. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».